Субтитры создавал DimaTorzok Я приветствую всех телезрителей Южинского телевидения. В эфире программа «Скринька и Дэй» и в студии с вами Елена Горина. И прежде чем начать нашу передачу, я хотела бы поздравить весь коллектив студии МИК с 20-летием со дня основания канала. Сегодня, 23 декабря, коллектив студии отмечает 20 лет. И за эти 20 лет, я думаю, удалось сделать очень много, потому что дата, она довольно-таки уже большая. И для такого маленького города, как Южный, иметь 20-летнюю историю канала – это очень здорово. И я хочу пожелать коллективу развития, развития творческого, развития интеллектуального, развития материального. И чтобы работа всегда на этом канале была на первом месте, потому что если преследуются другие цели, то такие журналисты здесь с ней работают. С днем рождения! Ну и, как правило, к имениннику нужно приходить на день рождения с подарком. Мой подарок пока не готов, сегодня мы его сделаем. И так как 20-летие отмечается в преддверии Нового года, конечно же, наш подарок будет новогодний. И сегодня я хочу предложить зрителям сделать новогодний венок. Потому что, следуя принципам программы «Скринка еды», новогодний венок сделать очень просто. Для этого можно взять все, что находится в доме, особенно новогоднюю такую тематику. Наверное, своего рода это какая-то пицца, которую можно приготовить, найдя все, что можно в холодильнике. И сегодня нам понадобится основа для венка. Это я ее сделала просто из картона. Зеленый дождик, шишки, различные снежинки, бусы, новогодние шарики и орехи. Также нам понадобится еще белая краска, но это будет немножко попозже. И начинаем мы творить, делать наш венок. Оборачиваем дождиком нашу картонку. Согласно исторической традиции, родиной новогоднего венка является Германия. Непременными атрибутами классического венка являются хвойные ветви, красные ленты и свечи. Традиция украшать его колокольчиками появилась немного позднее. Венок с четырьмя свечами приносили в дом за четыре недели до Рождества. И каждое воскресенье зажигали по одной свече. В канун Рождества, когда догорала последняя свеча, венок вешали на входную дверь, как символ праздника. Закрепляем мы наш дождик при помощи горячего пистолета. Дальше просто берем и дождиком оборачиваем нашу основу. Основой традиционного венка служат ветви хвойных деревьев. Считалось, что ель и сосна олицетворяют торжество жизни, приносят в дом счастье и благополучие. Кроме того, было принято считать, что блестящие колокольчики, которыми украшен венок, своим звоном отгоняют злых духов и служат своеобразным оберегом. Основа для нашего будущего веночка готова. Теперь мы ее откладываем в сторону. И сейчас мы займемся декорированием будущего украшения нашего венка. Для этого мы берем шишки. Шишки можно найти где угодно. И нам понадобится белая краска. Краска должна быть желательно на водной основе, потому что она быстро сохнет и долго ждать нам не придется. И аккуратно все тут уже по желанию. Шишки можно выкрасить полностью в белый цвет, либо просто пройтись краской по краям. Вот такая шишечка у нас получилась белая красивая. Но, тем не менее, я думаю, все равно не хватает какой-то нарядности. И чтобы ей придать атмосферу праздника яркость, я предлагаю посыпать ее блестками. У меня есть блестки желтого цвета. Как раз пока краска не высохла. И сейчас посыпаем нашу шишечку. То же самое мы сделаем такую же операцию с другими шишками. И помимо этого, можно таким же образом покрасить и орехи. Со временем традиция украшать дом новогодними и рождественскими венками пришла в большинство стран Западной Европы и США. А в последние несколько лет стала популярна и в Украине. Новогодними и рождественскими венками принято украшать входные двери и окна домов. Или просто вешать на одну из стен в доме. На оконный проем венок крепится при помощи достаточно длинных и широких декоративных лент с бантом. Так же наш орешек мы посыпаем желтыми блесточками. Наши шишки. Наши орехи практически готовы. Теперь нам нужно дать немножко времени, чтобы они подсохли. Пока они подсыхают, мы займемся декорированием нашего венка. Для декорирования нашего новогоднего венка сейчас я буду использовать серебристую ленту и бусы, и новогодние шарики. Новогодние шарики немножко приготовила заранее. Взяла их тоже из ленты бантики, но опять-таки это тоже на усмотрение. Начинаем мы с ленты. И таким же образом, как обматывали дождик, а мы обматываем венок нашей лентой. Закрепляем мы ленту левым пистолетом. Венок в классическом стиле украшают красными лентами и маленькими колокольчиками, декоративными свечами. В качестве новогоднего декора широко используются украшения золотого цвета, шары, банты, фигурки ангелочков, позолоченные шишки. Закрепляем мы лентами. Так, ленту мы обмотали. Уже венок приобретает совсем другой, начинает приобретать совсем другой вид. И дальше мы обматываем бусами. Но бусами начинаем обматывать уже в другом направлении. В странах Западной Европы в качестве украшения для рождественского венка и новогодней елки использовали засахаренные фрукты, фигурки из марципана, конфеты и позолоченные орехи. Сегодня фруктовый рождественский декор очень популярен. Он необыкновенно яркий, пышный и эффектен. Невероятно обаятельно выглядит новогодний венок, украшенный миниатюрными мягкими игрушками и елочными шарами. Он будет особенно уместен в доме, где есть маленькие дети. Сегодня большую популярность приобрели новогодние венки, украшенные позолоченными шишками, орехами, ароматными палочками корицы, засушенными цветами и коробочками растений сухоцветов. Такой венок создает необыкновенное ощущение уюта и тепла домашнего очага. Не нужно, отрезаем. Можно закрепить, обмотав друг от друга, можно и приклеить. Наш венок мы задекорировали лентами и бусами. Теперь мы приступаем к дальнейшему формированию нашего веночка. Для этого нам понадобятся орехи, которые мы покрасили и украсили блестками, снежинки и маленькие елочные игрушки. Снежинки, также и остальные элементы декора я предлагаю приклеивать лучше к лентам, потому что сама елочная гирлянда может это не выдержать. В Украине новогодний или рождественский венок все чаще становится, если не альтернативой, то эффектным дополнением новогодней елки. Его используют в качестве праздничного украшения жилых домов, офисных помещений, кафе и ресторанов. Большой выбор вариантов декоративного оформления самих рождественских венков позволяет использовать их для украшения самых разнообразных по стилю интерьеров. Наш новогодний венок готов. Как вы видите, временных и, скажу вам честно, и материальных затрат здесь ушло, конечно, минимум, но самое главное, процесс подготовки к Новому году всегда нужно привлекать к этому, конечно же, своих детей, свою семью. Такой венок можно повесить на дверь, но и другой вариант использования венка – это оформление праздничного новогоднего стола. Наш венок предлагаем использовать таким образом и наши шишки, которые мы подготовили в начале передачи, мы ставим в середину. Я думаю, что такой венок станет очень красивым и оригинальным украшением любого праздничного стола. С вами была программа «Скринька и Дэй». С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Продолжение следует...